поставил я значит фильтр retro cam и там еще какое-то было заумное слово возможно это был никнейм создательницы этого фильтра вот ребята вот вот смотрите вот 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 это вот retro cam вот retro cam вы видите тут ретро и я не вижу да что-то я сегодня это хотел начать аж в это в 19.30 ну думал это будет 30 30 минут театральной прелюдии в итоге произошел микро форс-мажор который в моем восприятии нифига был не микро макро вот и это пришлось экстренно выпивать и бупрофен времени на раскачку не было поэтому пришлось вот запивать тем что было под рукой под рукой был сачок грушевым да и каким-то чудом и каким-то чудом у меня в кармане три таблеточки бупрофена завалялась вот я такой думаю вот все же надо в этой жизни попробовать да я никогда я просто поймал себя на такой мысли же никогда раньше не запивала бупрофен соком ну и вообще таблетки соком не запивал ну блин вот это уникальная возможность выдалась попробовать что-то новенькое в этой жизни вот и я запил собственно и не знаю вот это минут десять назад и что-то по-моему что-то по-моему она потихонечку начинает действовать несмотря на то что есть такая точка зрения что таблетки надо запивать исключительно водой холодной вот там но если другая точка зрения что в принципе то можно можно хоть чем ее эти таблетки запивать до вопрос только когда эти таблетки начнут действовать если водой то быстрее если не водой то там плюс-минус ну так как иногда попадаешь в ситуацию под вывеской нет выбора принципе если бы мне не был не чем было бы ее запить об скорее всего просто так бы сажал эту капсулу вот ибо в противном случае под вопросом как бы я вообще назад дошел сюда то я ладно дошел а как назад с такой головной боли а там был вопрос поэтому можно сказать что я отделался легким испугом ребята вот и да можно можно принципе с очком запивать я как-то помню это посоветовался там усоветовался на этот счет с одной продавщицей в аптеке вот и она говорит что типа ну да можно нежелательно но можно вот если безвыходная ситуация так что имейте ввиду так ну чё я хотел это в общем да я не успел на них 19 30 хотя заявленное время начало было 20 00 ну вот час вот 10 20 20 10 до получается вот да можно сказать начал начал практически вовремя но наверно все таки театральных 15 минут потребуется и они будут ну ну без театра с периодичным многозначительным молчанием и я попробую попробую все-таки настроиться сегодня на относительно серьез вот ибо что-то крайне крайние крайние эти эфиры включительно этот полный подкаст и так это так фрагментарно это пересматривал чтобы просто проверить как записалась вообще если там что-то вот ибо может быть в противном случае может уже действительно завязать с этими эфирами в кае не дождаться когда на ютюбе смогу это все дело прекрасное проводить вот действительно прямое ну для да для и до этого еще далеко вот поэтому как-то как да и форму бы не хотелось терять вот эту эфирную с каждым с каждой трансляции что-то какие-то нюансы всплывают вот да я хоть здесь и не отшлифовываю до какой-то там план какой-то сценарий вот но ключевые точки фабулы до фабулы полного этого всего андеров ского и какой-то нарратив все-таки есть вот и не хотелось бы его вообще окончательно утрачивать в этом ироничном кринжовым каком-то угаре который меня настиг вот как раз таки об этом хотел сказать вот эти крайние выпуски все я собственно это почему я собственно остановил пост бар блоге то есть я вот как раз в полном подкасте об этом сказал там в начале но вряд ли кто-то смотрел вообще это там просмотров тютюдо маленько вот это ну это ладно это отдельный разговор касательно моих охватов вот и почему они почему они уже они уже практически в отрицательных значениях вот тут я могу только наверное но опять же поблагодарить в к в кавычках за то что он мне еще в еще более жирных кавычках позволяет всецело проводить свою так называемую блогерскую бардовскую деятельность и вот и это хоть я себя блогером не считаю но тем не менее это мой единственный канал пока что вещание выхода на хоть какую-то относительно аудиторию поэтому я еще раз говорю вот я очень благодарен в жирных кавычках в к да я думаю не это не один я благодарен в тех или иных кавычках за то что общего к выделывает несмотря на заявленные показатели в рекламе вот опять же это отдельный разговор все ребята очень ребята очень много отдельных отдельных разговоров да хотел я это хотел я думал сегодня когда у меня будут эти затупы до когнитивные хотел хоть музычку там фоново какую-то ставить со своего второго многострадального устройства вот но мне тут youtube недавно такой гемор устроил по этим авторским правам когда я там видите ли дерзнул запустить роберта джонсона и скипа джеймса вот эти раритетные записи при этом демонстрируя на экране собственно автора и название композиции вот но видите ли там какие-то как какие-то чикагские какие-то чикагские правообладатели аж из-за композиции там мой роберта джонсона аж запретили показ этого видео на территории рф правда я чуть не совсем понял причем здесь вообще рф вот вот именно на территории рф было запрещено показ той этого выпуска вот во всем остальном проблем нет я такой думаю ну прекрасно а дайте-ка я дайте-ка я это посмотрю статистику где меня где меня собственно смотрят еще меня смотрят 86 процентов в россии и по 0 8 процентов украина и казахстан но я такой ну здрасте приехали я конечно я конечно роберта джонсона люблю но не до такой степени чтобы это мой собственный мой собственный блюз не был услышан на моей большой и малой родине вот и это я так думаю ну нет ладно давайте короче вырезаем этот фрагмент и вроде бы как бы все пропустили это видео но там как вот было 6 просмотров три из которых мои когда я проверял вообще доступно ли это видео или нет вот ну вот и все собственно и и ничего никакого актива вообще нет на это видео ну то есть она как-то я так думаю все таки косвенно в какой-то теневой бан попала то есть да youtube вроде бы говорит да проблем нету вот все все гладко вот но это я хоть и не люблю цифры но в одном я с ними солидарен все-таки иногда они они не обманывают и это и я такой думаю ну его нафиг это какие-то еще сторонний сторонних исполнителей запускать вот вы вк-то в вк пофигу в принципе то есть вк вообще хоть там пиратские фильмы заливание несколько месяцев будут это висеть ну короче в вк в плане там как бы полная анархия но я же все-таки стремлюсь к тому чтобы эти эфиры потом перезаливались на youtube канал вот и поэтому поэтому ребята если сейчас будут какие-то у меня когнитивные затупы это и это не пост бар блок да где я там делал паузы здесь этих пауз сделать не смогу здесь возможно будут те самые многозначительные молчания еще хотел собственно сказать хотел сказать я мог что хотел сказать да чё то все позабывал а 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 внутри все бурчит все нейролептический нейролептический перегар ребятки вот а что если услышите посторонние звуки ну давайте будем считать что это мои таланты которые внутри не помещаются вот вот это как я сейчас говорю а пухну пухну от нейролептиков вот непонятные какие-то у меня процессы в организме ой да и я это вспомнил что хотел сказать то ну одно из того что что я хотел сказать ну хотя бы ладно и слава богу хотя бы это вспомнил по поводу вот этих вот всех проваливаний в иронизмы вот эти вот стендапы но я короче пересмотрел и я такой думаю что то блин что то это не меня конечно чувство юмора и иронии там всего вот этого понимание абсурдистики это конечно меня ну спасает моментами но как бы на этом я бы мог как как бы подвергнулся этому ироническому забвению в том случае если бы мне больше не было если если бы мне больше не было бы чем заняться вот так что я такой думаю нет хватит наверное хватит наверное вот я сейчас конечно да загружаю там оставшиеся шортсы там из вот крайних эфиров вот эти юмористические какие у меня там были стендапы там все но ребята у меня уже я понимаю конечно я понимаю что на ютюбе вот people хавает вот это все то есть я же смотрю за статистикой да больше всего просмотров и актива на ну на тупнике то есть где там просто откровенно тупника нарезаю вот то есть я понимаю прекрасно да что на этом можно как то там с это наварить себе актив там подписчиков вот это все то есть быстрее вот и я понимаю да что как вот ну мне тут один товарищ посоветовал что мне ну мне надо это на на тикток и мне надо в твич вот так в принципе ютюб ничем не отличается от этого единство только что ютюб еще не заблочили вот что там этот твич там ну там уже там уже какие то проблемки с этим с монетизацией да у меня и на ютюбе нет никакой монетизации но на хрена мне второе шило вот я понимаю если была бы какая то еще ну материальная целесообразность где то там еще светиться где то там начинать с чистого виртуального листа да выкривлевывать там из себя я не поставил 18 плюс ну ладно короче на данный момент вот индикатор показывает ноль и я не вижу никаких комментариев ну ладно это скорее всего просто никто не смотрит и никто ничего не комментирует я надеюсь то есть ладно я потом поставлю 18 плюс там когда в ютюбе это буду это все это это ретранслировать выкривлевывать и ся хуй пробей чё вот набирать себе аудиторию долбоебов которые просто вот кроме как вот этого ничего как бы ну не вкуривает и потом еще добиваться чтобы среди этой аудитории какое то там философское просвещение поэто песенное произошло ну оно мне как бы нахуй не упало вот это вот вот поэтому понятно понятное дело не буду я ни в какие твичи переходить вот это вот шило на мыло и вот это да тем более еще раз говорю ютюб он ничем не отличается ютюб это сейчас все все понемногу ютюб это и и тикток и инстаграм и твич и даже немножечко вк потому что ну иногда мне иногда меня ютюбчик так скажем невольно тоже рофлит выражаясь это современным сленгом да но мне там тоже прикольчики выдает сначала показывает 60 просмотров на моем видео на следующий день смотрю 40 просмотров на этом же видео но я такой думаю ох ты это что-то новенькое это что это шкала отрицательных просмотров это значит это он уже ютюб настолько уже ну опередил прогресс весь возможный что уже показывает количество тех людей которые не не просмотрели ну то есть ну вообще конечно это бред полный то есть это понятно что везде везде да по чуть-чуть инфраструктура информационная да это все цифровая она все таки трещит по швам и youtube в этом плане тоже не идеально но он по крайней мере ну не знаю по крайней мере в 85 процентах своих заявленных так скажем в рекламе возможностях да он им соответствует вот в данном случае это меньше изол так вот я прекрасно понимаю что это тупня она вся она ценится в ютюбе все ништяк людям что то вот ну прям вообще прям вот вот чем тупее ты записываешь ролики тем вот люди больше лайкают там смотрят комментируют ну ребята проблема в том что ну я просто опять же себя поймал на таком моменте ну ребята я я не способен так продолжительно тупнявский контент делать то есть то есть у меня как бы голова она ну просто она мне она мне уже ну она мне не позволяет она мне уже не позволяет просто то есть я бы как бы и хочу я как бы и хочу да вроде бы вот именно даже у меня даже какие-то идейки там есть вот там где-то что-то там какой-то кринш сделать ну ребята я это что-то у меня уже не у меня уже не не получается. У меня уже не получается вот этот нарратив иронично, юмористически вести. Что-то как-то это. Что-то как-то туговато. И я сейчас просто прихожу к выводу, что ну, как бы, блядь, комедия не моя профессия. Вот. В противном случае за это дело люди бабки получают, как бы, вот, за стендапы, да, там, за какие-то вот эти вещи, которые там людей развлекают, да, вот. Я в это в петрушке, блядь, ряженый, ну, не вписывался. Поэтому, если кто-то там что-то подсел на мой какой-то юмористический шлак, вот этот вот, ребята, вы это не питайте никаких иллюзий. То есть в вашу копилочку стендап это всяких там стендап-умориков, вот, в вашей копилочке пополнения нет. Вот. Ибо если вы прокрутите чуть ниже, то а может быть уже и не чуть, но просто если вы прокрутите там и посмотрите больше там одной минуты шорца, то может быть у вас немножко подрасширится представление вообще, наверное, на кого вы подписались, и может быть даже в связи с этим подрасшириванием вам что-нибудь там зайдет. Так что, ой, ладно. Ноль на индикаторе, нет никаких комментариев. Есть такая вероятность, что кто-то сейчас меня смотрит, но у ВК проблемы проблемы вообще с головами и с синхронизацией, вот, с головами технического отдела и, соответственно, с синхронизацией данных. Поэтому, ребята, если вы сейчас что-то пишете, я ничего не вижу, вот, я ничего не вижу, вот, но я надеюсь, я все-таки надеюсь, что... Я все-таки надеюсь, что... О! Да будет наш... наше неоновое все. Я все-таки надеюсь, что просто сейчас действительно никто не смотрит, вот, и... Те же самые надежды сохраняю на то, что кто-нибудь это посмотрит в повторе. Ладно. Так, давайте приступим. Короче, все понятно, да, вот, с этими эфирами. Я продолжу, да, полный андер продолжится, вот, и полный андер лает там в родной гавани, в серебряном зале, в альтернативной локации, вот, в какой-то из этих трех локаций. Значит, полный... А, это так вот, постбарт-блог, все, как бы, я по тем же самым причинам, вот, что я говорил тут про вот эти все юмористические вот эти вещи, да, ну, я просто поймался на мысли, что все, что мне надо сказать, актуальное, да, важное там в моменте, отразить, я это могу в эфирах все сделать. То есть, мне не надо для этого там специально какие-то выпуски там выдумывать, там тоже что-то там выписывать. Вот, это... Тем более, сколько их там, 62 или 63 выпуска, не знаю. Если люди посмотрят хотя бы половину из этого и что-то там вкурят, ну, в принципе, этого уже будет достаточно. Мне не надо сейчас что-то такое там это... наворачивать, да, из вакуума выдавливать, вот, и это... Еще раз повторюсь, ребята, я не блогер. Я не блогер. У меня на моем паблике ВК и на YouTube-канале написано следующее. Автор-исполнитель подпольного шансона. Все. Вот. И донатные реквизиты для тех, кто, возможно, захочет добровольно поддержать вашего непокорного неслугу любым, абсолютно любым донатом. Вот. Также вы можете заказать песню, которую из списка, которые я, собственно, выставляю в анонсах. То же самое, чтобы, ну, не просто поддержать, да, а чтобы, допустим, там услышать какую-нибудь песенку, там, может быть, название какой-нибудь песни вас как-то заинтригует, если вы, допустим, не это... Ну, скорее всего, скорее всего, в 98% случаев люди вообще не в курсе моего репертуара. Вот. Но на всякий случай. То есть я стараюсь размещать, насколько я вот успеваю делать какие-то записи, диктофоны. Чаще всего я цепляю просто из того, что я исполняю на эфирах. Вот. Надеюсь, и сегодня что-нибудь получится. Вот. И вот эти записи я отдельно в аудио размещаю. Вот. Что-то мы с Егором записываем. Но сейчас с Егором другая работа идет. Вот. Скажем так, более... более многофакторная. В частности, это работа с фильмом «Я был», которая вот эта документалка, которую я еще летом анонсировал. вот, и которая должна была выйти крайний срок, чуть ли не первого января. Но, ребята, там, короче, там еще нарисовались моменты, переменные, то есть, где-то нужно было доснимать материал, где-то какой-то материал вообще оказался неактуальный, но мы его использовали в клипах. Вот на данном, у меня три клипа есть. Это «Эй, бродяги», «Восточный ветер» и «Ветер скребет окно». Все эти клипы вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Вот. Ссылка будет, собственно, в описании вот к этому... к этому эфиру. Значит, да, вот как раз-таки вот мы работали над этими клипами, начали, ну, пытались, пытались начать записывать первый альбом, но в итоге вот этот вот, как он там назывался-то, я уже забыл. Короче, уже не важно, как он назывался, потому что мы пришли к выводу, что альбомный подход это, ну, это не наши кони, вот, и это... и, да, и не сочтите меня привередливым. Дело в том, что, ну, действительно, я не вижу свои песни, как бы, ну, не мыслю их альбомами. То есть, я сейчас такой даже термин придумал. Здесь дискография, да, я придумал такой сонг, сонгграфия. вот, то есть, в принципе, если взять там вот, 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 все мои песни, я сейчас не буду говорить конкретно их число, потому что оно меняется, как в минусовую, так и еще более в плюсовую сторону, вот, но все эти песни, в принципе, это есть один, один большой альбом. То есть, и нет смысла как-то искусственно там его разделять, да, как-то вот принудительно, концептуально разделять на какие-то сборнички. Ибо как бы сборник, ну, альбом, да, в моем понимании, да и в понимании всех тех людей, которые как-то, как-то, ну, относительно профессионально к этому подходят, это как книга. То есть, книга с обложкой, с аннотацией, с определенными главами, с определенным сюжетом, там, фабулой, т.д. нет смысла записывать альбомы, есть смысл мне записывать их просто потоково и по возможности мы с Егором делаем релизы официальные вот, через дистрибьютора. На данный момент официально вышла песня вот «Эй бродяги». Ну, правда, я бы, конечно, ее сейчас перезаписал, потому что там на той записи еще на медиаторе фигачил. А для тех, кто не в курсе, как я сейчас отношусь к медиатору, вот, можете посмотреть там мои крайние на данный момент шорцы в этом, в Ютубе, где там, это «Гон за школой игры на гитаре», там, «Избавление от медиатора», вот, вот такие там названия. В общем, ну, ладно, хорошо, в дань, так сказать, ну, в дань, просто в знак уважения, в знак уважения к тому пути тоже медиаторному, вот, запись хорошая, тем более, мы на эту запись сделали клип, вот, вторая запись официально, которая вышла, это «Восточный ветер», потом третья из холодного бетона, «Восточный ветер», вот опять, вот сейчас вот, да, перехожу к анонсам, 22-го, получается, февраля, там, что-то в 14, там, с чем-то, по какому-то, там, будет релиз песни «Я слышу свет», вот, это, кстати, одна из очень немногих вещей, которые мне удалось, ну, удалось, хоть там и на диктофон, вот, но, можно сказать, тут случайно получилось, то есть, я просто репетировал, вот, в общем, одна из очень немногих записей, которые, вот, практически идеально вышло, вот, в моем понимании, ну, что значит идеально, ну, то есть, вот, она вот так должна, короче, звучать, вот, она так изначально у меня звучала, вот, я просто не сразу нашел фактуру, естественно, что и применимо ко всем остальным песням, вот, и это, и вот, вот эта запись, она действительно, вот, впервые, впервые, мне вообще ни на децибел не стыдно за, собственно, публикацию, хотя мне и за предыдущие не стыдно, просто, сейчас у меня происходит такой период, метаморфоз в сторону, более глубинного постижения, движения инструмента, вот, и вообще подхода к песням, и вообще по отношению к песням, раньше мое отношение к песням было, мягко говоря, такое, гопническое, вот, ну, собственно, это по игре и по исполнению и по пению было видно, ну, то есть, для меня, как было важно, ну, вот я как вот спою, вот, да, вот, вот, как вот я спою, как могу, так и спою, короче, вот, как там, постучу на гитаре, да, как по бочке ржавой, вот, так оно и будет, вот, а что сейчас изменилось, сейчас я, сейчас, хотя и тогда я абсолютно искренне относился, как бы, к этому делу, как бы, я считал просто так, что вот песня есть, ее надо вот сейчас, вот сейчас вот ее спеть, как можно быстрее, да, никогда не знаешь, как говорится, никогда не знаешь, за каким поворотом будет тот самый перекресток, после которого, хз, как говорится, да, вот, и это, я, так же абсолютно, ну, все было абсолютно искренне, только в чем, ну, в чем разница, сейчас я как отношусь к своим песням, это, конечно, отдельный разговор, я просто понимаю, что, я, я понимаю потенциал их духовного заряда, то есть, я понимаю, хотя, я и раньше, вот опять же, как же это объяснить, как же это объяснить, я сейчас, короче, я сейчас в самой, в самой полноте спектра, так скажем, ответственности отношусь к этим песням, то есть, если раньше я мог так, ну, наотъебись сказать, да, вот это панк просто, панк, короче, вот, сейчас я на, ну, сейчас я это, на ржавом аккорде, короче, тут это, сейчас это, постучу, короче, вот, проору, вот, и все, потом, 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 что, видать, какие-то, отделы мозга, что ли, которые, дремали, тысячу лет, я не знаю, просто, вдруг, что-то, какой-то импульс подали, вот, и стали соответствующие нейронные связи формироваться, и это, опять же, не без помощи Виталия, вот, я говорил об этом, так, ну, так, конечно, в такой, опять, вот, в этой, вот, своем, в своем, этом, матерном угаре, на предыдущем, кажется, эфире, вот, я сейчас, как раз, шортс оттуда, сейчас, размещаю в Ютьюбе, собственно, Виталия, он же, так, это, в шутку, как, как я говорил, в шутку, продюсер, вот, он мне, как бы, немножко раскрыл глаза на все это дело, то есть, мое, вот, это туннельное зрение расширил, и, сказал просто такую вещь, после которой все, все остальное, там, ну, все стало ясно, короче, все стало ясно, понятно, просто он мне сказал, что, не надо, вот, ты, ты так играешь, ну, ты так, относишься к инструменту, к гитаре, как будто бы, пытаешься притворить, притворить ее в нечто другое, другое, то есть, это никакой не панк, это никакой не шугейс, вот, у тебя в руках акустическая гитара, твои песни акустические, вот, и, собственно, с этих слов, я начал в себе выкорчевывать, вот это вот, вот этот симулякор панка, как я тут написал недавно, тоже афоризм, что самое сложное было, это изничтожить в себе вот этот симулякор панка, ибо он до последнего сопротивлялся, да, и это, Виталий помог мне разглядеть в себе вот этот вот симулякор, никакой я не панк, никакой, как бы, ну, никакой группы у меня не будет, никакой это не постпанк, это, ну, это, просто надо, надо реально выйти из этого вот угара, вот этого вот ироничного, там, метам, вот этого, постмодернистского, да, и, ну, называть вещи своими именами, вот, у меня песни, у меня песни, ну, непростые, то есть, и это подтверждает, так скажем, ряд людей более чем компетентных в данной сфере, вот, и, так или иначе, косвенно, некоторые обывательские обратные связи тоже об этом, ну, в той или иной форме воспитанности, скажем так, они тоже сигнализируют, что, как бы, тут ими, ну, либо ты, ну, как бы, либо серьезными заниматься, либо лучше ими не заниматься, либо лучше оставить, это как тексты, просто там, куда-то в стол, да, потом, может быть, когда-нибудь там какая-нибудь книжка выйдет, вот, вот, но, ребята, я хоть и в подполье, да, но стол это, ну, не про меня, у меня на столе, если говорить про стол, у меня на столе сейчас сотни песен, вот, сотни песен, и, и все они непростые, и, я надеюсь, большую часть из них, я успею сделать, вот, и я вот только сейчас, только сейчас, я на подступах, реально только на подступах, к этому самому реальному сонг, сонграйтерству, вот, и, соответственно, соответственно, это все можно, как, экс, экс, как, экс, блядь, забыл слово, забыл слово, ребята, короче, ну, это можно спроецировать, ладно, давайте, синонимом, таким, частичным синонимом, спроецировать на все остальное, то есть, все, нет у меня сил, нет у меня сил, желания, заниматься какой-то там комедией, там, куда-то там, идти на какой-то тик-ток, я не знаю, все, то есть, чем больше я понимаю свой духовный путь, тем более отчетливее становится, собственно, сам этот путь, то есть, я понимаю просто, в какие двери мне заходить, а в какие, как я говорил, мне лучше там за километр, ну, не приближаться, потому что за этими, за этими дверьми нет ничего, нет ничего, что, как-то поспособствует донесению того духовного месседжа, вот, который я пытаюсь исследовать сам в себе и по возможности транслировать окружающим, ибо это, да, кому-нибудь, когда-нибудь в особо экстремальных духовных, ментальных состояниях, да, поможет, вот, все, соответственно, не будет этого постбарт-блога, полнандер продолжится, да, и этот фильм, дай бог нам силы, как говорится, мы сделаем, я не буду сейчас говорить по срокам, когда, что, но фильм будет, ну, то есть, однозначно, клип четвертый, скорее всего, мы вот скоро приступим к четвертому клипу, опять же, вот, на песню я слышу свет, вот, и это, так, 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 что же еще, будем записывать, но, опять же, не все мы будем официально выпускать, что-то просто там в диктофонных записях, там, в ВК разместиться, вот, это, может быть, какие-то, какие-то ключевые вещи будем, ну, чисто так, официальные релизы делать, значит, по анонсам, по выступлениям, вот, меня, как-то, Никита спросил, в одном из эфиров, когда у меня будет концерт, да, и я такой, я не помню, что я там сказал, короче, но, я прекрасно помню, что я сейчас на этот счет думаю, я надеюсь, ребята, что, ну, два, два, три концерта за оставшуюся жизнь я еще сделаю, вот, тут у меня, ну, вот, прям надежды такие, прям крепкие, по срокам я ничего сейчас не буду говорить, вот, если удастся в этом году сделать, я дам знать, как бы, вот, если не получится, ну, значит, там, либо не судьба, либо я опять не вывез, выгорел, там, я не знаю, вот, то есть, про какие-то сторонние участия в каких-то квартирниках, ну, вот, я вот откололся от 3 февральского квартирника в Атаге, хотя, до этого месяц, там, настраивался, там, пил таблы, там, я не знаю, медитировал, там, короче, что я только не делал, вот, ну, вот видите, что, в тот день я даже не вышел, короче, я опять даже не вышел, поэтому, я не буду сейчас говорить просто про участие в каких-то сторонних мероприятиях, да, и тем более, я так думаю, не шибко, не шибко меня и хотят, там, на каких-то мероприятиях видеть, ну, во-первых, ну, я ноунейм, да, я ноунейм, во-вторых, ну, наверное, кто, кто хотя бы на процентов 10 врубится в то, что я делаю, наверное, тысячу раз подумают, прежде чем меня куда-то звать, вот, вообще, адекватно ли меня туда звать, на ту или иную площадку, и подготовлена ли там, скажем так, аудитория для того, для того высокого порога, вхождения, так скажем, моего контента, да, вот, и это, не создам ли я контекста загрузона, там, может быть, ребята хотят прийти кайфануть, да, коверочки послушать, вот, а я тут это, а я тут со своим этим житейским шансоном, вот, так что, скорее всего, скорее всего, если что-то и будет, то, что-то сольное, вот, причем, не важно, я сейчас говорю, что, ну, про сольное, я, мне абсолютно не важно, в каком формате это будет, я и вон, и в парке, в беседке там проводил концерт, в девятнадцатом году, мне, ну, собственно, в комарах, ну, под таблетками, в комарах, там, все дела, вот, ну, как бы это, и в подвале, и в подвале, и в подвале ДК авиастроителей, я проводил, где, ребята, где я только не проводил, разве что, не знаю, разве что, в каких-нибудь, катакомбах, там, я не знаю, которые еще, которые ниже, ниже подвалов, вот, так что, это, и на улице, и в подвалах, и в спортзалах, вот, и это, ну, если, например, вспоминать, да, это выступление мое в рамках Ночи культуры ДК Алмаз, интересно было, да, было интересно, прикольно, прикольно бы повторить, прикольно бы повторить что-нибудь в Алмазе, тем более, идти до туда, тем более, как говорится, идти до туда, 20 минут, вот, ну, короче, ребята, я, я ничего не исключаю, вот, просто следите за пабликом, может быть, что-нибудь да получится, но в любом случае, продолжатся мои эти, онлайн-квартирнички, вот эти вот, да, подпольнички, о, подпольник, ребята, я только мне сейчас пришло это, ну, блядь, ребята, я говорю, ребята, я даже не знаю, к кому я сейчас обращаюсь, у меня ноль на индикаторе до сих пор, и до сих пор ВК начинает уведомлять моих подписчиков о начале трансляции, я сейчас просто, ну, опять же, сейчас, скорее всего, просто в пустоту вещаю, вот, ну, ладно, это, я, давайте так, я к воображаемым ребятам сейчас обращаюсь, вот, ребята, слово интересное, подпольник, вот, есть квартирник, да, там, есть гаражник, подпольник, а я, это, короче, это, вношу новый формат, подпольник, вот, ай, блядь, не, ребят, ну, это пиздец, ой, блядь, я, кстати, да, я это, все, ненормативно, лексики, сквернословий, убой, тотальнейший, я, если иногда у меня там что-то сейчас и будет вылетать, то это, ну, вообще-вообще, то есть, это так-так-так-так-так, по касательной, частичными издержками, моего настроения, ребята, ну, 46 минут прошло, и ноль на индикаторе, в принципе, в принципе, информационный блок, получается, завтра, 10 февраля, в ЦТО, Амурское 4, в 17.00 начало, кажется, в 7 кабинете, состоится виниловый вечер, по-моему, я не помню название, короче, ну, виниловая вечеринка, то есть, там будет проигрыватель, можно прийти со своими пластинками, и, собственно, в компашке, в компашке меломанов, вот, и деятелей, собственно, формальной, неформальной культуры, вот, собственно, провести время, там, кажется, еще настолки будут, в общем, ребята, я, наверное, давайте так, я размещу в описании к этому эфиру ссылку, собственно, на пост, на информационный пост, там, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать Дарье Брух, вот, она, собственно, идейный вдохновитель, и организатор, всего этого волшебного, чудесного, на котором будет и ваш ни покорный, ни слуга, ибо, ребята, ибо, ибо, так, что тут у нас, что тут у нас, ибо, ибо, не, я, конечно, все это не понесу, так, так, ребята, если что, это скрипит кресло, а не моя душа, потому что моя душа скрипит намного громче, смотрите, ребятки, оба, ансамбль, ансамбль, ну, блять, нихуя, не, блять, ансамбль Rainbow, Rainbow, вот, чё тут, кто тут, рок-группа Rainbow возникла в июле 75-го года, когда известный гитарист Ричи Блэкмор решил покинуть ансамбль Deep Purple, спокойно, мне, кстати, ребята, сейчас абсолютно, ну, кто смотрел, кто смотрел этот полный подкаст, ребята, ну, там был полный, там был полный, и, естественно, я это, ещё, некоторые разглядел грани, блять, своего ебанутого организма, короче, ребята, мне ни в коем случае нельзя заводиться, то есть, мне нельзя, короче, ребята, не рассказывайте мне анекдоты, вот, не показывайте мне вот это, не говорите, что у нас сейчас мир, вот, вот, короче, не смешите меня, вот, просто не смешите меня, и всё будет хорошо, вот, это, объясняет своё решение тем, что ему надоело торговое предприятие, из которого качали песни, хиты, ух ты, ёпта, Ричи Блэкмур, Ричи Блэкмуршек, ты мой, а я не думал, что ты такой родной, и что у нас столько много общего, видите, чё выясняется, чё тут у нас ещё, ой, тихо, тихо, Ричи, Ричи, тихо, не у... Ричи, Ричи, ты нам ещё нужен будешь, Блэк Сэббет, ух ты, Саббат Блуди, чё-то, Саббат Блуди, Саббат, ёпта, ну это, ребята, конечно, что-то за гранью, бля, ничего не видно из этого фильтра, так, ничего не видно, так, ребята, на всякий случай, у меня ноль на индикаторе до сих пор, и, ну, нет никаких, нет никаких комментариев, единственное, только вот, ВК, вот, до сих пор уведомляет моих подписчиков о начале трансляции, чё б такое запустить, чтоб прям это, чтоб прям, опа, может, вот это вот, ну давай, давай, нет, 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 ноу, ноу, нет, да ёпт, короче, так, может, вот этот вот, по-моему, вот этот вот, да, да, точно, тут это, аватарка этого автора, который удалил свою страницу, давайте хоть я, что ли, сам себе комментарий какой-нибудь пришлю, там, я не знаю, вот такой, например, вот такой, о, Денис, ничего себе, привет, привет, и тут я поверил, и тут я вновь поверил, что ВК работает, вот, сразу единичка появилась, привет, дружище, напиши, пожалуйста, видно ли тебе вообще что-то, слышно ли тебе что-то, и как это примерно все проходит, вот, потому что я сейчас тут сидел, 53 минуты, как бы, и я вообще хз, как бы, что там, шло там что-то, не шло, вот, и это, и вот, вот ты сейчас вот первый человек, который появился, вот за 53 минуты, напиши, пожалуйста, как идет, как вообще, ровно, неровно, вот, я сейчас вот что-то говорю, смотри, что-то, раз, 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 НАСА, 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 Хьюстон, ну, чё, как там это, чё там, как там на Марсе, будем демократию делать, или чё, или всё, так, Денис, давай, попробуй, напиши просто что-нибудь, о, здравия, я вижу тебя в маленькой, сверкающей рамке, тебя слышно, но тихо, так, интересно, а знаешь, как говорят, Денис, психологи, как говорят, чем тише говоришь, тем лучше тебя, тем лучше люди тебя слышат, так, Black Sabbath, ёпта, это это, это я сейчас показываю, свои крутые пластинки, с которыми я завтра пойду, на крутую вечеринку, вот, и мы там их поставим, короче, и, окунёмся, так скажем, в, в данном случае тут какой, 73-й год, да, слушайте, вот эти вот описания, Кир, привет, вот эти вот описания, это, конечно, вот, с мелодией, это что-то с чем-то, это грамм-пластинка, выпущена первой советской, независимой фирмой, грамм-записи, SNC Records, которая создана в 90-м году, музыкальным центром, Стаса Намина, фирма имеет свои оригинальные записи, советских и зарубежных музыкантов, ну, понятно, короче, так, так, чё там у нас ещё, о, Pink Floyd, Pink Floyd, да, Денис, а где же ещё мне быть, вот, кроме родной гавани, и серебряного зала, но это чё, это, как альбом-то называется, что-то, Delicate Sound of, чё, ух ты, ух ты, ёпта, он ещё и двойной, ух ты, ёпта, он ещё и двойной, если шо, это винил, ребят, да, Денис, нормально, 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 вот тут это, масляный радиатор, пыхтит, на полных мощностях, тепло наших сердец тоже, так скажем, не отстаёт, вот, ух ты, ёпта, вы прикиньте, ребятки, чё у меня, видите, какой у меня винил, во, я вот тут думаю, завтра брать его или не брать, блин, и май, ребята, и май, так, чё там у нас ещё есть, ёпта, блядь, опять Блэк Саббат, так, Бон Джови, Майкл Джексон, опа, не, ну, Майкла я завтра полюбас возьму, ну, полюбас, ну, Майкла не взять, это как бы, ну, я не знаю, это себя не уважать, всё, вот, ребята, завтра, короче, виниловая вечеринка, ЦДО, зёмги, Амурская 4, 17.00, начало, седьмой кабинет, если шо, это второй этаж, там, ну, вход, понятное дело, бесплатный, берите с собой печенюшки, там, берите хорошее настроение, ой, да, как можно брать настроение, вот как вот, это же не вещь, то есть, настроение, оно вот, оно либо есть, либо его нет, короче, давайте будем надеяться, что у всех завтра будет хорошее настроение, мы соберёмся, пообщаемся, вот, но в настолке я играть не буду, сразу предупреждаю, я только в шахматы, есть на чём послушать, ну, на данный момент, вот, в ближайшем, в ближайшем айале нет, но вот завтра на виниловой вечеринке, Денис, приходи завтра, не знаю, ты работаешь, не работаешь, в 17.00 начало, ЦДО, ЦДО, Дзёмки, давай, приходи, давай вместе пойдём, давай я тебя встречу, вместе пойдём, Денис, и послушаем там, винильчик, пообщаемся, там много классных ребят соберётся, там ещё группа будет выступать, вот, давай завтра, вот, я тебе что говорю, завтра, Денис, в 17.00, короче, я тебе в личку напишу, ладно, Денис, спишемся, завтра с тобой соберёмся там где-нибудь, я не знаю, там, там, не знаю, на Орехово где-нибудь, и пойдём вместе, и всё, и чё, там будет группа выступать, кстати, без системы, молодые ребята, классные, вот, короче, там, ну, там, короче, всё, ребята, всё серьёзно, я, правда, не совсем ещё понял их стилистику, но там что-то такое, там интересное, хорошо, Денис, всё, зафиксировали, так, из информационного блока и анонсов, у всё, как бы, вот, у всё, ох, Майкл, ох, ох, сверлишь ты меня, вот, ну, ну, ты чё делает, и чё делает, вот, ну, ладно, давай я тебя вот рядышком здесь вот поставлю, короче, это, короче, это, ну, чё, давай попробуем ещё-нибудь, пришло время, it's time, я тебе напишу, Денис, короче, так, ладно, я поставлю диктофонную запись, в надежде, в надежде, что, какие-то песни всё-таки удастся записать, и они появятся, так, я вот не знаю, вот этот фильтр оставлять или нет, мне кажется, всё-таки он тормозит, он тормозит поток, надо чё-то другое, да, или чё, или без разницы уже, да, по-моему, всё, да, не надо ничего менять, короче, и всё, да, я уже не буду ничего делать, только, единственное, я сейчас нажал, короче, что-то он поменял цветовую гамму, этот фильтр, что-то я не понял, прикола, о, прикинь, смотри, вот, я нажимаю пальцем на экран, смотри, оп, видишь, вот такое стал, да, сейчас ещё раз нажимаю, оп, вот такое стал, оп, вот такое, и всё, что ли, то есть, тут два только, да, на какой-то момент я, я чё-то, я чё-то заинтриговался, не на шутку, думал, нифига себе, ну, ладно, вот, а, я понял, вот это типа тёплый, да, тёплый, а это типа холодный, да, прикольно, то есть, мы можем его, в принципе, менять, в зависимости от того, как у нас сейчас на сердце, тепло или холодно, да, то есть, в принципе, вот, я могу таким образом, собственно, показать, да, как у меня сейчас настроение, и при этом, как бы, без комментариев, да, как бы, если холодно, то холодно, да, если тепло, то тепло, ну, ладно, на данный момент, вот так у меня, вот же создатели фильтров этих, вот бы, вот, это, хоть бы, ну, хоть бы, в описании отметили, что есть такая функция у этого фильтра, что если ты трогаешь пальчиком, то он, то он, ну, да, не, у меня сейчас вот так, то он, типа, меняет цветовую эту гамму, то, типа, с теплой на холодную, да, Денис, ВК вон, вообще никакой, понимаешь, он никакой, если про YouTube, можно сказать, что YouTube такой YouTube, а ВК он просто никакой, но об этом я вот как раз таки, первые 53 минуты почти говорил, до того, как ты присоединился, вот, сегодня вещаем, ребята, до разрядки батарейки, я думаю, что, ну, где-то час точно, еще час точно, Эй, бродяги, я вместе с вами, идем поход суровым, берите ваши фляги, берите ваши фляги, в одни концы, в одни концы, ни шагу влево, курс наш правый, так держать, так, так, давайте, наверное, заново, что-то у меня тут тупняк какой-то произошел, а где другие друзья, пятница, отдыхают, нет, Денис, пятница, работают, эй, бродяги, я вместе с вами, идем поход суровым, берите ваши фляги, и билеты по белу свету, и билеты по белу свету, в одни концы, ни шагу влево, курс наш правый, так держать, океан солнца, планеты, звезды, и обратно у киоска кометы, дыры, треугольники и кольца, человек за бортом, полундра, ага, дружным строем новый мир построен, отступать некуда, позади, пылает море, пылает море, дружным строем новый мир построен, отступать некуда, позади, пылает море, когла на ухо и отступать, и отступать, гляда, гляда, дружиняя, армия, Я, конечно, думал, будет намного хуже Так Ну, опять же, этот фактор камеры Я про него уже говорил Как-то Так, да, я же обещал, что Колорит будет отражать Мое настроение Сейчас оно у меня вот такое Я говорил уже, ребята, об этом Что фактор камеры То есть, как только Что-то какое-то стороннее внимание Все То есть, вне зависимости от того, как я там Что-то отрепетировал, не отрепетировал Вот Да, хорошо, Денис Я тебе напишу по поводу завтра Вот Я тебе, может, сегодня Я тебе сегодня напишу Ну, или В крайнем случае, завтра там В первую половину В половину дня В ВК В ВК тебе напишу Вот Стороннее все И начинается у меня все сыпаться То есть, у меня и так Тревожность, как бы, она Взвинченная А еще, когда стороннее какое-то Вот это наблюдение То есть, вне зависимости Через телефон это Или непосредственно Человек рядом То есть, вне зависимости То есть, как бы, вот Так что и все Хорошо, Денис, договорились Договорились Музыка 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 Восточный ветер Глубокая ночь Я завис у окна Но уже далеко Ни эти звезды Ни этот завод Не рулят моей Неугодной судьбой Следы на снегу Типичных историй Отбитой посуды Побега в кутру Обглушающий стук Столкновение страстей Карусель бытовух По тайсей Стопгим Помолчим на дорожку Потушим сигареты и свечи Моргающий свет в прихожей С любовью и надеждой Поймаю мотор Водителю улыбнусь Куда поедем, браток? Да туда, где поймут Водителю улыбнусь Западный ветер Глубокая ночь Я завис у окна Но уже далеко Западный ветер Глубокая ночь Я завис у окна Ага Да, ну как обычно На этой песне Ноль на индикаторе Я когда начинаю эту песню петь Все Так, тихо, все Тихо Спокойно Ну да В связи с этим У меня опять Что такое Почему опять ноль А почему не минус А не минус 100 Я хочу, чтобы у меня на индикаторе был минус 100 Ноль меня не устраивает Так Так Читалан Я отфильтра Нахрен убираю Короче Так, давайте вот этот вот Просто вот этот вот Блять Так, как Денис говорил Разноцветная Да Вот, все Разноцветная Я вообще Так вот, ребятки Если честно Вообще уже Ну я не первый раз Об этом говорю Ладно Сейчас я попробую Один фильтр поставить Может быть вот этот вот Так 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 Я сейчас Запустил поиск Масок Собственно Че я хотел Че я хотел поставить Че я хотел поставить Я забыл уже Ай, блять А Точно 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 Попроверить хочу Еще раз Одну там Эту Ретро штуку Вот тут допустим Ретро бэйби Ретро бэйби Ну-ка Что там за ретро бэйби Ну-ка Вот это Че там Че-то тут Типа Типа Какая-то рамочка Появляется Ух ты Ух ты Вот это да Да Ну Я как вы видите Ребята Я уже Ничего не комментирую Ну вот Просто Ну ладно Это вот Вот это Ретро Ретро кам Это Вот это Сейчас поставлю Которую в самом начале Ставил Вот И это Да Ё Блять Короче Давайте я пока Вообще вот так вот Сделаю Просто вот так вот Чтобы вы не видели Всего торжества На моем лице В связи с Просто Охрененнейшим Выбором Масок И Их Работоспособностью ВК Так Ну-ка Вот это Вот что такое Забыл я А-а-а Да-да-да Точно 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 Да Ёпта Блять Так Давай Вот это Ну я смотрю Просто ноль на индикаторе Следовательно Я могу Масочки Поискать Какие-нибудь Так Сейчас О Ух ты Это что такое Монета Показалось Так Да Ёпта Это просто Да Глядь А короче Вот пускай Вот этот Остается Короче И все И все Ее Прямо Вот так Короче Все Вот Сегодня Гость Гость Программы Масляный радиатор Балу Made in Russia Между прочим Единственный Кто сегодня Сохраняет Теплоту В моей душе Так Тихо Не заводимся Не заводимся Нельзя Майкл Ну ты то что еще На меня смотришь Завязывай уже Иди отсюда Это Своей лунной Походочкой Да ладно Майкл Не обижайся Что то я пошутил А то я смотрю У него уже Взгляд Изменился Такой Типа Ну С осадком Удручения Ничего Майкл Завтра Вон Тебя Мы поставим На проигрыватель И ты нам Споешь А Мы Можешь Станцуем Я кстати Ребята Я кстати Умею лунную Походку Делать Если что Можете Звать меня На корпоративы На На свадьбы На дни рождения Я вам Лунную Походку Такую Сделаю Что Что Никаких Гонораров Не хватит Оплатить это, подзавязать эти эфиры, короче, вот ВК до тех пор, пока... Ну, уже дождаться, когда в Ютьюбе. Нормально уже все будет с подписчиками, вот, и смогу я там проводить. И все. Я не знаю, может быть, может вот этот эфир, короче, будет последним ВК. Вот я хэзэ. У меня вот сейчас такая мысль что-то закрутилась, завертелась. Субтитры сделал DimaTorzok Я пою про свет в моей голове этой странной ночью. Три часа никого рядом нет, кроме в каждом атоме слова. Из труб завода клубится дым, подсвеченный огнями желтым, вонзаясь в темень небосвода, затмевая звезды. И так спокойно, невесомо, невыносимо. Чайник вскипел, колышется пар, таракан залез в крошки. Что ж, оставлю в живых, потому что сегодня я добрый. За потолком скрипется сосед и топает и топает кошка. Телевизор сломан, новостей нет. Мир такой, каким его Бог создал. Телевизор сломан, новостей нет. И так спокойно, невесомо, невыносимо. Так спокойно, невесомо, невыносимо. Так спокойно, невесомо. Ага. Так. Так. Что-то... трещит ребята трещит гитарка это или это я уже трещу уже не отличить тактик где 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 кто и что трещит ты не здесь а я и сейчас и мы не похожи на друзей не чем даже в сердце только листопад аритмия бездыханно крайне длинная ночь сколько на Остаюсь до конца, До последней капли дождя Или первого снега, Всё хорошо со мной, твой взгляд, Ты не здесь, а я не сейчас, Ты не здесь, а я не сейчас, Ты не здесь, а я не сейчас. Да, Майкл, не смотри ты на меня так, ёпта. А то у тебя таких песен не было. Майкл Майкл Да, ребята, я знаете, чё думаю. Я вот хз, я ещё, наверное, вот в ближайшую пятницу Я ещё проведу, наверное, в комнате. Ещё эфирчик Light И я не знаю, наверное... Я просто пока, вот, я на данный момент, я, ну... Ну, это как бы не с потолка всё взятое, это никакое там, никакое не уныние там, ничего. Я просто, вот, всё больше и больше, я не вижу, я не вижу реально целесообразности вот на такой, тем более регулярной основе ВК проводить эти эфиры. Может быть, что-то изменится в ближайшие дни. Я хз. Я просто говорю то, что на данный момент. Всё, меньше и меньше. Я... Ну, как это... Перед тем, как нажать, нажать на кнопочку запустить эфир, я такой думаю, слушай, а может быть, может быть, лучше это время потратить на репетицию, может быть, лучше, там, дописать песню, я не знаю. Там, я не знаю, посмотреть интервью этого Карлсона, там, например. О, Даша, привет! Даша, привет! В ВК мне написал, что ты присоединилась. Вот, вижу твой комментарий. Даша, я уже всё рассказал про завтрашнее мероприятие. Я даже тут... О, подожди, Даша, пока ты здесь, я сейчас тебе покажу пластиночки, которые... О, да, наконец-то! Я что их взял-то? Я же специально взял, чтобы показать пластиночки. Да! Даша, где же ещё мне быть? Вот, смотри. Вот, смотри, это я, это я, сдаюсь. Смотри, что у меня... Я не уверен... Я не уверен, что я их все принесу завтра. Ну, я вот, короче, это... Вот, давай, ещё раз. Ну, вот, смотри. Ну, я вот пришёл к выводу, что, ну, Майкла Джексона за его вот этот взгляд, ну, точно надо взять. Ну, ты посмотри, как он на нас смотрит. Я его сейчас вот так вот поставил, и вот я сижу, сижу, пою, он так на меня смотрит, смотрит, значит. Я такой, думаю, ну, всё, Майкл, завтра мы тебя поставим, короче, однозначно. Короче, смотри, я беру точно Майкла Джексона, вот. Стопро... Так, Майкл, тихо, стопе, стопе. Так, короче, смотри, что тут у меня ещё есть. Вот, вот смотри, вот к этой пластинке вопросы. Вот это, к этой пластинке вопросы. Black... Black... Black Sabbath. Ты бы просто видела, что тут вот изображено, я просто боюсь это нести завтра. То есть, как бы, ну... Как бы, это... Мне кажется, не все поймут просто, что здесь, что тут за мракобесие, как бы, на обложке. Вот. Ну, думаю, ладно, ну, слушай, да бог с ним, с Black Sabbath, с них не убудет. Что тут у нас ещё есть? Да, кстати, вот, да, есть другой Black Sabbath. Под какой? Под вот этот? Под вот этот? Так, это что? Это что, значит, мне его брать, да, зато брать? Ну... Всё, я даже, я даже, я даже спорить не буду. Так, ладно. Ты знаешь, что меня поразило? Смотри, меня вот это поразило. Вот этот вот Rainbow, мать его. Смотри. Вот этот Rainbow. Ансамбль. Смотри, что тут написано. Даш. Слушай, я вообще улетел, я тебе серьёзно говорю. Так, так, подожди, где где... Подожди, или это не на... А, вот, вот, смотри. Рок-группа. Рок-группа Rainbow. В скобочках Радуга тут написано. Возникла в июле 75-го года, когда известный гитарист Ричи Блэкмор решил покинуть ансамбль, ансамбль Deep Purple, объясняя своё решение тем, что ему, в кавычках, надоело торговое предприятие, из которого качали песни-хиты. И тут, короче, вот много букв. Давай я тоже возьму завтра. Может, кому будет интересно это почитать. Я просто к чему? Я не думал, что у меня с Ричи Блэкмором, оказывается, столько, ну, столько родненького, так скажем. Он ведь там тоже, видишь, покинул аж, что-то покинул из-за концептуально-духовных разногласий. Так, что тут? Саботаж! Нет, Виталий, нет, Виталя на заводе. Вот. Но я с ним сегодня созванивался. Эх... Короче, всё хорошо. Вот. Это... Может быть, даже мне удастся в какой-нибудь перспективе поиграть ещё в подключение, тут в микрофончик, в комбик. Короче, мы это обсудим. Вот. Саботаж! А, подожди! Это тоже Блэк Сэббет, ёпта! Это альбом называется Саботаж! А я думал, это группа Саботаж. Не-не-не-не-не-не. Таких пряников, из таких пряников, нет, из таких топориков мы кашку не сварим, ребята. Вы уж тут пишите, ну это что такое? Это что такое? Так. Ну вот вообще смотри, вот. А, нет, подожди, вон Бонжови, смотри, Бонжови. Прикинь. Нью-Джерси. Короче, я что-нибудь принесу, все. Ну однозначно я из этого что-нибудь принесу. Вот. И мы, послушая музычку, вот. Я тут еще одного человечка пригласил, вот. Денис, который, вот, вроде бы даже он рассматривает вероятность завтра прийти. Тоже ценитель музыки. И это, короче, Даша, завтра ровно в 17.00. Мэнсон. Не, Мэнсона нету в пластинках. Не, ну слушай, если бы у нас еще был бы Мэнсон в виниле, это вообще, мне кажется, был бы рай. То есть, ну это идеально. Ну не может быть все так идеально, согласись. Как бы, ну, то есть... Вот, да, это был бы шик. Я бы сам бы с удовольствием... Блин, вот. Я вот, знаешь, я только сейчас стал понимать... Слушай, я вот что про винил стал. Винил это вообще что-то магическое просто. Вот. Я не могу это объяснить. Это какой-то колоссальнейший эффект присутствия вот этой группы. Я просто вот держу в руках этот винил. Я понимаю, что вот-вот-вот там душа, короче. Вот мы ее вот завтра возьмем, любую пластинку поставим, короче. И все. И там прям душа просто напрямую идет. Вот. А не вот с этих вот сидит... Ну, сидитиски это... Ладно. Сидитиски это винил только в миниатюре. Как это я однажды на радио услышал такое. Типа, пингвины, это ласточки, только толстые. Вот. Так, нет, все, мне нельзя смеяться. Я тут это... Короче, мне, Даша, мне сейчас очень много чего нельзя. Я тут об этом 53 минуты говорил вступительных, короче, там. Ни в коем случае не смотри полный-полный подкаст. Так, спокойно-спокойно. Все. Короче, меня нельзя смешить. Даша, мне нельзя заводиться. Вот. Иначе все, иначе это может быть катастрофа. Да. Ладно. Печалиться я могу в безмерной глубине. Но вот веселить меня не надо. Поговорим. Да. Читаю. Читаю. Все читаю. Вот. Что, последнее видел? Так. Подожди. Сегодня я заходил. Сегодня. Блин, там была какая-то фоточка. Там была какая-то фоточка. Слушай, я помню, что там что-то было обнадеживающее. Да, да это я видел. Это-то я видел. Но я потом стал смотреть. Я потом увидел, что вроде бы как, вроде бы как, вроде бы как, вроде бы как это. Ты научилась с этим справляться. Вот. Ну, под этим шквалом таблеточным. Вот. Вот это, что самое... Да, это то, что... Вот то, что самое главное я увидел. То есть, и это... Ну, знаешь, вот смотри. Вот со стороны, так скажем, с низоты своей раздолбанной колокольни, я тебе так скажу. Антидепрессанты это не самое... Не самое страшное вообще, что может случиться в нашей жизни. Вот. Дисса только с непривычки... Ох, а как я хочу с ним поговорить, Даш, ты не поверишь. Я сегодня с ним, когда разговаривал по телефону, я ему просто... Я забыл, когда я в последний раз с тобой по-человечески разговаривал. Просто вот-вот-вот просто. Очно. Вот. Мы там с ним пару раз пересекались, когда он с завода выходил. Так, случайно. Я там за кофейком забегал в этот... В Бристоль. Вот. И это... Ну, это так все вскользь. Там пять минут буквально до перекрестка и все. Вот. Ну, не знаю. Вроде бы есть вероятность, что мы еще пересечемся. Может быть, даже что-нибудь... Да, это гадство. Я с тобой полностью согласен. То есть, вот это вот... То, что ты просто не можешь с человеком поговорить. То есть, есть же что обсудить, на самом деле. Есть чем поделиться. Денис, я читаю твои комментарии. Я сейчас прокомментирую твои комментарии. Дружище. Просто тут немножко такая... Исключительная житейская тема поднялась. Вот. Имеющая самое непосредственнейшее отношение к актуальным повесткам. Вот. Это... Есть ли чем поделиться, на самом деле. То есть, я просто элементарно. Вот человек... Полтора года, Даша. Вот ты-то уж свидетельница этого всего. Полтора года просто ставил меня на путь акустический истинный. Вот. И я просто хочу... Понимаешь, вот я вам говорю, Виталь, давай просто я... Просто хочу, чтобы ты услышал, что сейчас, например, да. Вот. Как вот оно было. Он знает, как оно было. И что сейчас. Просто покажу тебе вживую. Вот. И мы там что-нибудь обсудим. Там я задам тебе вопросы. Там какие-нибудь, я не знаю. Вот. Просто хочу показать человеку, что эти полтора года были не напрасны. Вот. Хорошо, Даша, я возьму гитарку. Я возьму. Сейчас температурки нормальные на улице. Можно инструмент... Можно инструмент доставать спокойно, в принципе. Ну, в чехле. Вот. Сейчас я как бы за него не переживаю. Смотри. Ты представляешь, вот полтора года ты видела, в каком я был состоянии. Я не про свое там здоровье, а про свое как бы артистическое состояние, как исполнительное. Ну, оно было никакое. Оно было никакое вообще. Вот. Человек, понимаешь, полтора года просто, ну, просто основываясь просто на какой-то человеческой вере. Вере в меня, да. Ну, и в вере там в мои песни, да, вот в это все. Он, понимаешь, он вдолбил, вдолбил вот это вот, знаешь, он у меня вот из этого тупикового паттерна, короче, выкорчевывал вот это все из меня. И сейчас, вот сейчас, слава богу, какие-то, ну, реально стали ростки как бы появляться. То есть, вот смотри, вот видишь, вот список песен, вот список песен, 29 песен вот здесь вот. Это те, которые поставлены на фактуры. Которые поставлены на фактуры уже нормальной игрой. Не палкой по ржавой бочке. А нормальной, ну, более или менее. То есть, у меня, он мне взрастил подход просто как бы, ну, настоящий к инструменту. Что инструмент это не просто палка какая-то. То есть, у каждой струны есть свой голос. Ну, это, короче, короче, он мне базы накидал там вообще прилично, скажем так. То есть, под конец он мне просто говорит, Саня, я тебе все выдал вообще. Все, всю базу. По-моему, даже там больше. Вот, дальше только все, говорит, от тебя зависит. Все. Вот, вот это настоящий педагог. Вот это настоящий мастер. Да, 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 вот. Понимаешь? То есть, я просто хочу с ним встретиться точно, Даш, точно так же. Вот, вот я говорю, вот, мне тоже сердце плачет на этот счет. То есть, хочу встретиться просто и спокойненько так, спокойненько просто вот, ну, показать мне, не знаю. Это только начало. То есть, это только начало. Понятное дело, я там еще будут у меня техники различные. То есть, я там, ну, много чего буду, планирую освоить со временем. Знаешь, я думаю, Даш, я все-таки думаю, вот, серьезно. Ну, я же могу читать между интонациями, да, и, ну, так скажем, между обертонами. Вот. Я думаю, что он-то хочет на самом деле как бы и собраться еще раз, и так это, и, да, элементарно, вот, в гаражике посидеть просто и поговорить, вот. Я не знаю там насчет как вот выступлений, но это отдельный разговор. Я сейчас говорю чисто вот за житейский аспект. Я думаю, он бы сам бы рад там устроить эти дискурсы, да, по преодолению постмодерна, вот. И это все упирается в работу, короче, в завод. Насколько мне известно, он оттуда сейчас вообще не выходит. Вот просто вообще. Денис, по поводу твоих комментариев. Вот смотри. Вот видишь, вот Даша Брух, она организатор завтрашнего мероприятия «Виниловый вечер». Денис, давай завтра пойдем вместе туда, послушаем пластинки. Там ребята будут выступать. Я даже все рассказал уже выше, там в первые 50 минут, я же там информационный блок у меня был. Вот. И эта группа же не будет. Блин, я так хотел их послушать, ё-моё. Я для Дениса подарок приготовил. Не, ну подожди, ну он будет хотя бы? Ёпта. Все, я понял, я понял. Блин. Ладно, тогда я, короче, тебе подарок оставлю, и ты ему потом передашь. Вот. Потому что я хз вообще, я сейчас раз редко когда куда вообще вылазю. Вот. Нет, я Денису подарок приготовил. Ну Денис его зовут, ну который на актера похож того, из 28 дней спустя. Денис же его зовут, по-моему, да? Вот. Я ему подарок приготовил. А Макс, кто такой Макс? Он участник группы? Слушай, я могу Максу подарок принести, в принципе. Короче, я понял. Я, короче, запутался. Я вообще, да, я думаю, что, я подумал, что одни ребята, это одна группа, одна группа, это одни ребята, короче. Ну вот, я всех перепутал. Головная боль, точно. Ой, Даша, прости меня, меня этого нейролептического деда. Ёпта, я всё попутал. Я думал, что Денис в биосистемах играет, прикинь. Я, короче, ну... Ну это это, добро пожаловать в мир, в мир нейролептического Диснейленда. Сегодня я тут помню, а тут не помню, короче, вот. Ну всё тогда, не, я бы всё, да, я, короче, Денису подарок, это... Да, я напишу. Денис, я напишу тебе. Классно. Меня возьмёте потусить? Обещаю, не будет никакого экзистенциализма. Вот даю слово, вот здесь вот прям при всех, вот в прямом эфире, публично заявляю. Не будет никакой философии, ничего не будет, будет только рок-н-ролл. Но если не возьмёте, я не обижусь, я пойму. Вот. Так. Ну, слушай, я тоже могу сачок взять с собой. Ладно, разберёмся. Даша, разберёмся. Главное нам завтра всем собраться. Вот. Да, типичный музыкант. Да, Даша, я понял, всё, всё хорошо. Всё хорошо, всё замечательно. Я понял. Я понял. Давай. Всё, я тебя понял. Добрых снов, безмятежных снов. Завтра увидимся, Даша. Ровно в пять я буду. С гитаркой и с винилом. Вот. Взаимно. Если что, я на связи. Пиши. Если что. Даша, спасибо, что посетила эфир. Я тебе очень рад. Давай я тоже пришлю. Так. Я тоже присылаю. Вот. Вот так. Вот так. Так, ладно. Ну, мы продолжаем нашу концертную программу. Наш нанофестиваль авторской песни. Вот. Хендлайнер. Он же приглашённый. Йоу. Даша, Йоу. Хендлайнер. Он же приглашённый. Этот, как его. Автор. И относительно, к сожалению, исполнитель своих песен. Денис, а ты давай настраивайся на завтра. Я тебе серьёзно говорю. Я тебе напишу. Ты будь готов. Я тебе говорю, там будет круто. Я ещё, может. Может, спою что-нибудь там. Но самое главное, видишь, что? Самое главное, мы винил послушаем. Мы послушаем настоящий винил. То есть, вот то, что вот это вот у меня, ну, в частности, это, ну, оригинальные пластинки из тех самых практически 70-х. Вот. Так что, там серьёзные вещи. Вот. Так, мы почти два часа в эфире. Блин, классный эфир. Вот я считаю, сегодняшний эфир, он уже состоялся. Вот. Окей. Короче, Денис, я думаю, ещё полчаса. Да, ещё полчаса, думаю, батарейка вытянет. Надо что-то ещё спеть. Так. Так, да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Правда. Угу. Сейчас. Так, да-да-да. Угу. Отлично. Вспомнил. Продолжение следует... Мой друг просил меня сочинить новую песню про дождь, сказал, улыбаясь, почему бы и нет. Но я не знаю, что еще добавить к этому хмурому небу. Листья шепчутся первые капли, убегаем в укрытие. Обрушился шумящий ливень. Рисунки на асфальте размыло. Кто-то плещется в лужах, отбросил. Сам ты красота в глазах вперед смотрящего. Туда, где уже лучи солнца пьянящего сквозят. Извергая багровый закат. Стекающий скромт, чтобы искрелись звезды потом. И в их призрачном свете мы споем. Эти слова у костра. Для тех, кто оказался с нами по пути. И в их призрачном свете мы споем. Эти слова у костра. Для тех, кто оказался с нами по пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, Денис, а теперь давай я прочту внимательно твои комментарии. Так. Ты веришь в эзотерику? Я тут читаю книгу одну про эту. Про эту. Противоречивую. Так. По поводу эзотерики. Эх. Как ее там эту зовут? Елена Блиновская или как? Вот таким, как Елена Блиновская, я не верю. А в эзотерику верю. Вот. Потому что эзотерика – это наука об тонких мирах. Вот. А что в нее… Слушай, Денис, ну что за вопрос? В нее не надо верить. Она есть. Но есть тонкие миры, как бы. Если даже уже ученые об этом говорят, там, отрывающиеся по квантовой физике. Или что там, короче, вот. Про вот эти разные миры. Если даже ученые уже, ну, палят контору, как бы, и базу выдают. Как бы, ну. О чем тут говорить? Вот. Эзотерики просто, они специализируются на этом. Ну, среди них очень много, Денис, среди них очень много вот этих вот симулякров. Везде есть свои симулякры. Вот. Вот эти все шарлатаны, которые там ставят вот эти вот шары стеклянные, там, подсвеченные, там, карты Таро, там, вот это все. Ну, и ХЗ, это как-то вообще связано это как-то с эзотерикой. Ну, ладно, давайте вот предположим. Как? Ну, просто… Платишь человеку 5 тысяч рублей, да? Приходишь, он тебе там карты раскладывает, короче, он или она достает какую-то карту. О! Это карта, короче, вот. Видишь, что тут? Видишь, тут какой чертик на карте нарисован. О! Что-то в тебе, что-то в тебе темненькое сидит, короче. О! Можешь взять у меня дополнительный пакет по, так скажем, по чакарной реабилитации. Еще 10 тысяч рублей. Вот. Ну, и все, вот. Ну, как бы, я прекрасно понимаю, почему сейчас у нас на законодательном уровне в стране стали шерстить эти конторы эзотерические. Да потому что нехуй людей наябывать. Вот. То есть у нас тут и так, блядь, сплошь и рядом дым от огня не отличишь, как бы, вот, еще и эти тут приплелись всякие. Сейчас мы там, это, Плутон, Венеру, там, замерим вам, короче, и скажем, там, идти тебе на эту остановку или не идти. Вот. Ну, это же бред. А вообще, как бы, эзотерика, она, я прям вообще без прикола говорю, она имеет место быть. Мне посчастливилось за последние, скажем так, 3 года, ну, встретить, ну, как минимум, ну, как минимум, 4 человека, 4 человека, которые реально в этом врубаются. Вот. И у которых есть понятие, так скажем, знание, умение и навыки. И вот, они мне показали, что такое настоящая эзотерика. Но это все, что я могу об этом сказать. Все. Я, как бы, это, информация, короче, секретная, ребята, вот, всему свое время. Может быть, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь, я, может быть, когда-нибудь песню об этом напишу. Вот. А так вот, в открытую я об этом не имею права говорить. Так. А, вот, ты спрашиваешь, есть песня про это? Ну. Конкретно про это нет. Но есть песни, которые этим были вдохновлены. Но про это нет. Какой жанр музыки твой? Жанр. Так. Ну, ой, господи. Опять, ребята, у меня тут такие жанры внутри сейчас происходят, что капец. Ой, у меня, у меня, у меня, у меня просто триньдесят еще сейчас происходят. Вообще, в целом, я не говорю, что про сейчас, а это. У меня просто такие сбои в организме, в организме, что. Ну, это все, ребята, как говорится, главное, главное дух. Вот. Все остальное, это, все остальное так или иначе временно. По поводу жанра. Ну, я недавно наиточнейшее определил. То есть, я, вот опять же, в свете того, что я там избавился еще от ряда симулякров в себе, в частности, от симулякра панка, который до последнего сопротивлялся. Ну, я его все-таки загасил в себе. Вот. Ну, я бы сказал, что это житейский шансон. Хоть и у меня написано, что подпольный шансон. А правильнее сказать, что житейский. Вот. То есть, что такое шансон? Ну, ля шансон с французского. Это песня. Вот. Шансон это не то, что многие думают. Вот. То, что многие думают, это за неимением, так скажем, ну, каких-то сторонних культурных перспектив. И они думают, что шансон это только белый, белый, белый снег, камера пустая. Блядь, вот это все. Ну, то есть, ой, блядь, я даже это. Ну, у меня сегодня, ребята, и настроение такое не это. Ну, не стендаповское. Я уже об этом вначале говорил. Я не буду сейчас это. Даже в это вот так это перевоплощаться. Не, при всем уважении к Сергею Наговицыну. Ля шансон это не только вот эта решеточная тема. Блядь. Ну, то есть, да, ну, короче, вот есть такое, вот, допустим, вот мы с Егором, когда запускали релиз, ну, вот, кстати, Денис, ты вот пропустил, наверное, эту информацию. 22 февраля будет официальный релиз песни «Я слышу свет». Вот. Как бы на моей странице там все увидишь, если что. Вот мы когда запускали это все, там же надо все заполнять, вот эти теги там, ну, что там, язык там, песен там, все дела. И там прям есть такая категория, например, Russian шансон, например. Вот. Мы поставили Russian шансон и дополнительный этот поджанр, что там, блядь, я забыл, там что-то Singer Songwriter, что-то такое. То есть, то есть, по-моему, да, кажется, ну, то, что Russian шансон поставили мы это 100%. Что такое шансон? Это песня. То есть, когда ты не можешь определить, что у тебя там, рок там, или у тебя там, инди, или у тебя там, блюз, или фолк, или кантри. То есть, все, как бы тут методом исключения просто шансон. Ну, какой шансон? Ну, у меня, понятное дело, что не тот, о котором многие думают, да. Вот. У меня житейский шансон. Что такое? Вот есть такое понятие «житейская психология», «житейская философия». Ну, то есть, это бытовую. Ну, по сути, если так округлить, это быт. Это не бытовуха. Бытовуха – это неуважительное такое отношение. Быт человеческий. Ну, то есть, в моих песнях это все слышно. Вот давай я сейчас просто спою, вот, что-нибудь, я не знаю. Давай прямое действие. Кривое бедствие. Мы выдержим все, но выдержит ли нас за братья и влечения? Отвлечение. Вещи не в себе провалились. Над не нашим городом пространным образом вычеркиваются ты и я. Сбой в матрице, нули на календаре. Квантовые скачки в заброшенном парке. Солнце село на ветку. Лето, кажется, наступило. Солнце село на ветку. Лето, кажется, наступило. Солнце село на ветку. Да у меня уже все, у меня уже дыхание сводит. Ну, короче, что-то такое. Ну, это, конечно, не совсем. Ну, тут скорее философский такой был. Вот тут как раз таки, Денис, вот тут как раз таки был эзотерический шансон. Короче, ну ты понял. Короче, шансон. Все. Житейский. Вот так, если прям точно. Акустический. Никакой ни рок, ничего вот этого. Никакой ни инди, ни панк. Уж тем более, ни этот... Как, что там еще? Постпанк, там, шугейс. Не, не, это все не про меня. Это все. Это... По, так скажем, по невежеству я на себя навешивал. А потом, как бы, когда я разобрался, что есть по-настоящему эти направления, я понял, что я там к ним никакого отношения не имею. Вот. Да. Я могу черпать вдохновение, но с этих сторонних каких-то направлений, да? То есть, чему-то там где-то учиться, да? Каким-то там этим средством, скажем так, выражения. Вот. Ну, не более того. Так что, так что, как-то так, как-то так. Так, я чувствую, сейчас скоро батарейка будет уже садиться. Ну, пока оповещение не пришло. Ну, да, да, Денис, короче, ты понял. То есть, вот, я же тебе говорю, общение с некоторыми компетентными эзотериками повлияло в том плане, что есть ряд песен, которые, ну... Вот, 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 я сейчас, вот, я тебе доказал, собственно, на деле, вот то, о чем я тебе выше говорил, да? Чтобы, как сказать, не быть этим много... Как это там? Как это там? Громогласным или как там? Короче, это. Вот, пожалуйста, вот одна из тех песен, в которую мой, так скажем, опыт общения с этими людьми, вот он там спроецировался. Что, может, новиночки исполнить? Денис, я не знаю, какого там уровня моя душа достигла, но то, что я свою душу не похерил, это однозначно. Вот. Остальное уже пути Господни неисповедимы, как говорится. Вот. Я бы не стал вообще к душе применять какие-то замеры, то есть, как высокий уровень, невысокий. Вот если она есть, то она есть. То есть, если ты обрел ее ощущение, все. То есть, как бы, ну, душа, она уже, понимаешь, она априори уже, ну, она безмерная. Вот, поэтому... Хотя, прекрасно, я понимаю твой комментарий, вот. Вопрос, как достичь каких-то уровней именно выражения этой души, вот этого духовного самого опыта. Вот я сейчас в этом направлении, форсированно, так скажем, исследую. Ну, и, собственно, посредством чего? То есть, песня, гитара, все, ну, поэзия, слово, вот. Так что я иных форм для себя не вижу вообще. Я пробовал другие, ну, пробовал другие формы. Я лет 15 бегал по пустыне, как говорится, вот. И мне там хватило этих поисков, вот. И посравнивать, что мое, что не мое. Так что я сейчас могу со 100%... Вот что, что, вот какого уровня, если говорить, я достиг. Я могу со 100% уверенностью сказать, что... Что является моим духовным путем, а что не является, вот. Ой, блядь. Да, главное, чтобы не было отрицательных значений. Блядь, сложно мне петь сегодня, ребята, капец. Я, я, я на самом деле, хотел сегодня... Ну, что-то мне опять пережало сегодня, нахуй, блядь. Я думаю, может, новиночек каких-нибудь исполнить, так. Так, а может быть, ты вернулась в сумраке попробовать? Ты вернулась в сумраке, как белый лист. Он заполнится беседами ушедших, Забросив в прошлое сердце, Склонив голову в звезды павшие. Забросив в прошлое сердце, Это похоже на ад. Двери бьют по спине, Впереди только зима. Блекнет платье на тебе, Глупо созерцать Изгиб, обращенный к другим, А все при этом слова Делать вид, что уловил. Глупо созерцать Глупо созерцать На разбитом дворе февраль, На разбитом дворе февраль, Оседает пыльный свет, И я в углу кафе Жду твой ответ. Заказал воды, А мне налили бензин, Жизнь играет нами За спиралей в мотив. Глупо созерцать Глупо созерцать Глупо созерцать Да, Денис, вообще неудивительно, То, что там звук куда-то уходит Или вообще не звучит. Так что это... Это ВК! Денис, на все вот ответ философский. Это ВК. Быть или не быть? Это ВК. Все как бы вот. Я что думаешь, так это все? Устремлен-то В светлый цифровой социализм Ютуба. Вот-вот-вот. И почему я все более скептически Сейчас отношусь ко всем вот этим вот эфирчикам ВК. Ну, именно ВК. Я их не хочу проводить Не потому, что я не хочу... Мне нечего проводить. Мне еще ого-го там сколько проводить. Вот. Просто все это уходит, понимаешь? Вот-вот-вот. Это самые, понимаешь? Это самые-самые, так скажем, Ну, преданные слушатели Пытаются пробиться. Вот как типа ты, Денис, Как еще там может человек пять наберется. Вот. А остальные, ну, как бы рядовые, да? Вот они заходят, видят там, ну, Ужас вот этот вот. Ужас кэширования, так называемого, да? В устройство видеопотока. И они пытаются там второй, третий раз зайти. Ну, видят, что, ну, там 25-е вот эти кадры там. И все. И они просто забивают на эфир. А в Ютубе такой, извиняюсь, такой хуйни нет. Там все ровненько от первой секунды до последней. Там еще помимо того, что тебя могут видеть твои подписчики, Которые, кстати, у меня там уже, ну, Ну, так уже. Уже там для меня это много. Там сколько? 492. На данный момент 492 подписчика. Ну, для меня это уже до хуа, например. Ну, учитывая ниши, ниши, вася того, что я делаю, да? Вот. Учитывая подпольность мою и ноунеймность. Вот. Так вот, там помимо того, что подписчики твои видят этот эфир, Так еще и видят люди сторонние, Которые заходят с так, ну, С уже не так называемой лентой рекомендаций. То есть, например, вот ты когда Ютуб запускаешь приложение, да? Вот ты, например, не подписан на какого-то там блогера, да? А бац, тебе высвечивается его прямая трансляция. Там в нижнем каком-то правом углу написано в эфире. Схерали бы это, да? Ты же не подписан на него, а тебе высветилось. Ну, потому что у Ютуба алгоритмы работают. Он же учитывает, что тебе нравится, что ты лайкаешь, что ты дизлайкаешь, что ты комментируешь там. Вот. И это... И он тебе подкидывает, как бы, контент, который, вероятно, будет тебе интересен. В том числе и прямые трансляции. Так вот. Запущу я там, например, эфир. Так мой эфир, вне зависимости от того, сколько его смотрят, он будет все равно проходить на там, на несколько минут, там, неважно, на несколько минут, на несколько секунд. Бывает, на полчаса задерживаются, в зависимости от продолжительности эфира и вообще, как бы, ну, актива. Вот. Там даже если ему один лайк, два лайка поставят, в прямом эфире, все. Ютуб это уже считывает, как бы, ой, нифига себе, типа, два лайка ему поставили. Ну, давай мы дадим ему еще там выход на 100 человек. Проверим там, что. Вот. Вот там так это работает. То есть и моя трансляция будет в ленте рекомендаций. Ее могут посмотреть те люди, которые на меня не подписаны. С любого уголка мира. Денис, ты понимаешь? Вот. Если им понравится эфир, они, бац, могут на меня подписаться, например, элементарно. Могут лайк поставить, дизлайк. Да вообще по херу. В Ютубе по херу, что тебе там ставят. То есть, как бы, то есть, там и лайки, и дизлайки, как бы, работают. Вот. Единственное, только Ютубу не нравится, когда всякая мракобесотина там в комментариях появляется, которая не понять, что там это. Вот. Пытаются вообще донести, блядь, человечеству. Вот. И это... Вот. Вот он поэтому пишет постоянно. Вот. Когда заходишь, например, чтобы оставить комментарий, да, человеку, там, там вначале написано от Ютуба. Будьте так любезны, соблюдайте доброжелательность, соблюдайте правила сообщества. Не грубите человеку там, будьте вежливы просто. Вот. Так что, Денис, я-то на Ютубе уже с августа. Я, понимаешь, вот этот канал, да, на который, ну, я надеюсь, ты на него подписан, а еще, вот. С августа семнадцатого года этот канал. Но. Форсировано, целенаправленно и системно я им начал заниматься только последний год. Вот этот вот. То, что было до этого, я просто туда скидывал видосы просто, ну, знаешь, по приколу. Типа там, где когда я там на гармошке играл, там, где я там книгу писал, там, эмбиентом занимался, там, ну, электронной музыкой. Я просто видосики туда сливал, ну, типа, как хранилище. А потом я такой, ёпта, блядь, мистер Грин, да ты с тем же успехом мог бы и на Ютуб загрузить. Вот. Вот там как раз-таки в натуре только хранилище. Это. Не понять только, не понять только, для каких целей, блядь, твой контент там используется. Вот. Денис. Смотри. Надо набрать тысячу подписчиков мне в Ютубе, чтобы открылась мне возможность проводить с устройства, с телефона, эфиры. Вот. Плюс ещё, я там почитал некоторые их правила, почему ещё важно набрать тысячу подписчиков. Дело даже не, дело ещё не в эфирах. Дело в том, что Ютуб, когда у тебя начинается тысяча и больше, блядь, пиздец, у меня такие спазмы, ребята, это просто жесть, нахуй. Ой. Пиздец, нахуй, блядь. Ой, я аж заматерился, ребята, простите. Я вообще, на самом деле, объявил мату бой, но... Так, спокойно, спокойно. Чё-то меня сегодня скукожило нахер. Короче, это... Короче, смотри. Важно набрать эту тысячу, потому что, начиная с тысячи, твой канал индексируется там, ну, полноценно. То есть, пока ты там тысячу не набрал, ты, как бы, ну, маргинал, по меркам Ютуба, ты маргинал. То есть, ты вообще, как бы, ну, тебе вообще там никакого приоритета, тебе не дают. Тебе, если дают какой-то приоритет в просмотрах, он на минималках. И то, в основном, он работает на шорцах. Я почему сейчас стал шорцы форсировать? Вот. То есть, мне, по сути, сейчас даже нет смысла туда видео грузить какие-то большие, там, какие-то клипы, вот, загружать, там, я не знаю. Ну, просто ебошиться, там, над контентом, там, чё-то. Нет смысла, потому что он пока там никуда не выходит. Его люди не видят, по сути. То есть, он, ну, я не существую пока для людей. Никто не знает, там, про моё существование. Вот. Начнутся эти видео подхватываться алгоритмами только тогда, когда у меня будет тысяча подписчиков. Только тогда YouTube меня, ну, сочтёт, как бы, за полноценного контент-мейкера. Вот. Это у них всё прописано, там, в их политике конфиденциальности. Это всё, это не я там придумал. Это я просто поизучал это всё дело. Нет, Денис, смотри. С телефона можно сейчас запускать. Хоть у тебя, блядь, ноль подписчиков. Но эта трансляция запускается в ограниченном функционале. То есть, эту трансляцию могут видеть только твои подписчики. Только твои. Это, во-первых. Во-вторых, по окончанию этой трансляции, да, она сохраняется. Но она сохраняется в скрытом альбоме, который доступен только тебе. То есть, в сохранёнках этот эфир не смогут так же посмотреть. И, в-третьих, уж тем более, этот эфир не выйдет ни на какие ленты рекомендаций. Понимаешь, о чём речь? Вот. То есть, тут два фактора. Ой, блядь, всё, батарейка садится. Блядь, всё. Ну, я так и думал, что я сегодня уже ничего не спою. Всё, батарейка садится, ребята. Я сейчас за три минуты, давайте. И, чтобы я хоть на связи остался на случай, если не дай бог чё. Вот. Короче, два фактора. Первый. То, что я смогу нормальные эфиры проводить, которые смогут выйти на аудиторию. Я там наберу и подписчиков наберу. Там всё будет. Там всё нахуй будет просто. Вот. Это вопрос, блядь, времени и регулярности. И второй фактор. Ютуб начнёт меня, ну, воспринимать как полноценного контент-мейкера. И давать мне, ну, как это... Приоритеты мне давать по продвижению. Вот. Да, Денис. Я тебе серьёзно говорю. Я наберу. Вот. Я поставил цель себе. Я поставил цель, короче. Я в этом году, я должен, я не знаю как, но я должен набрать, короче. Я сейчас форсирую всё, что только можно. Я записываю шортсы, там, я изучаю вот эти алгоритмы, как они там, что подхватывают, что не подхватывают. Короче, не знаю, наверное, через полгода я стану экспертом по продвижению в Ютубе. Можете записываться на мои курсы. Я вам всё там покажу, расскажу. Вот это. Единственное только у меня там условие. 50 рублей на валидол. Ладно, Денис, дружище, я тебе напишу завтра, давай. Будь на связи где-то в обед, в ВК, по поводу похода нашего на виниловую вечеринку. Всё. Денис, благодарю тебя за то, что ты сегодня был со мной, за то, что поддержал беседу, вот, за очень хорошие содержательные вопросы. Наконец-то, наконец-то стали формулироваться. Вот, Денис, ты один из немногих людей, которые формулируют настоящие вопросы, предметные, вот, относящиеся к делу. Просто благодарю тебя, дружище. Если мы завтра с тобой увидимся, поговорим уже, наконец-таки, непосредственно. Вот, пока я тебе желаю безмятежной ночи, хорошего настроения. Вот, береги себя. Ну и всем остальным тоже, ребята, оставайтесь на своих духовных, как говорится, местах, делайте то, что должно, будь что будет. Ваш непокорный не слуга, этот, житейский шансонье. Ну, наверное, я ещё парочку эфиров сделаю в ВК, в ближайшую пятницу. О, Александр, привет! Прямо под конец эфира. Вот это в натуре добрый знак. Александр Рожнов, или Рожнов, как правильно. Короче, вне зависимости. Саша, ты космонавт. И ты меня всегда вдохновляешь на полёты. Если ты присоединился, хоть и даже к концу эфира, это значит, я сегодня дойду до дома. Вот. Всё, ребята, всех люблю, всех обнимаю. До пятницы, в пятницу будет полный андер, полный андерлайт в родной гавани. Вот. Следите за новостями, за пабликом. Вот. Денис, ещё раз, ещё раз благодарности.